Мы с папой в этом музее автомобилей. Надежность, экономичность и безаварийная работа автомобилей зависят от их правильной эксплуатации. Для повышения срока службы автомобиля, предупреждения внезапных отказов, а также сокращения времени ремонта принята планово-предупредительная система первого, второго и сезонного техобслуживания. В техническое обслуживание входят уборочно-моечные, контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, регулировочные и другие работы, выполняемые без снятия и разборки агрегатов и узлов машины. В новейших моделях автомобилей их создатели добиваются удобного доступа к объектам технического обслуживания, легкосъемности, агрегатов, узлов, деталей, их взаимозаменяемости и унификации. Так, все узлы двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, требующие обслуживания при эксплуатации, размещены в легкодоступной зоне, сверху или с левой стороны. Слева расположены свечи зажигания, генератор, стартер и щуп указателя уровня масла. Сверху воздушный фильтр и датчик распределителя зажигания. Трудоемкость техобслуживания снижается благодаря применению вечной смазки в шарнирах привода передних колес, в рулевом управлении, в подшипниках ступиц колес и в целом ряде других узлов. Износоустойчивые материалы и прогрессивная конструкция позволили сделать многие узлы необслуживаемыми, как в частности подшипники ступиц колес, саморегулирующимися, как тормозные механизмы колес, или малообслуживаемыми, как аккумуляторные батареи. В результате удалось увеличить межсервисный пробег до 15 тысяч километров вместо 10 тысяч у прежних моделей автомобилей. Рассмотрим основные операции, характерные для всех видов техобслуживания, на примере переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109. Механизм газораспределения обеспечивает впуск в цилиндры свежих порций горючей смеси и выпуск из них отработанных газ. Рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит в течение двух оборотов коленчатого вала, то есть за четыре последовательно хода поршня. Впуск в цилиндр горючей смеси, сжатие, рабочий ход, при котором происходит сгорание и расширение смеси, в выпуск отработанных газов. Этот процесс соответствует принятому для данного двигателя порядку работы цилиндров и фазам газораспределения. Зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой обозначим буквой А. Такими должны быть зазоры на холодном двигателе для впускных и выпускных клапанов. Если на холодном двигателе зазоров не будет, либо они будут меньше нормы, то на работающем двигателе клапаны будут оставаться приоткрытыми, что приведет к перегреву и резкому сокращению долговечности клапанов и седел. При слишком больших зазорах возрастают ударные нагрузки, увеличивается износ механизма газораспределения. Поэтому регулировка зазоров требует знания и навыков их выполнения. Обратите внимание на подготовку к регулировке зазоров. Последовательно снимается воздушный фильтр с терморегулятором. При этом отсоединяется шланг системы вентиляции от крышки головки цилиндров. А гофрированный шланг подачи теплого воздуха от заборника теплого воздуха. Горловина карбюратора закрывается технологической заглушкой. От карбюратора и крышки головки цилиндров отсоединяются тросы привода воздушный и дроссельный заслонок карбюратора. Отсоединяются шланги системы вентиляции картера. Снимается крышка головки цилиндров. Затем защитная крышка зубчатого ремня. Вывертываются свечи зажигания и удаляется масло из масляных ванн головки цилиндров. Проверяется состояние кулачков распределительного вала. Они не должны иметь раковин, задиров и других дефектов. Необходимо соблюдать следующий порядок регулирования зазоров. Совместить метки на задней крышке и шкиве зубчатого ремня. Затем провернуть коленчатый вал на 40-50 градусов. При этом в первом цилиндре будет такт рабочего хода. Начинаем проверку зазоров у первого и третьего кулачков распределительного вала. Если зазор отличается от нормы, то нужно развернуть толкатель прорезью к себе. Установить его, зафиксировав в нижнем положении. Удалив из толкателя шайбу, замеряют ее толщину. Толщина новой шайбы определяется по формуле, где H — толщина новой шайбы, B — толщина снятой шайбы, A — замеренный зазор, C — номинальный зазор клапана. Для облегчения регулировки зазоров шайбы маркируются. После установки новой шайбы щуп должен входить с легким защемлением. Последовательно поворачивая коленчатый вал на полоборота, регулируют остальные клапаны, соблюдая очередность, соответствующую порядку работы цилиндров. После окончания регулировки устанавливается крышка головки цилиндров и передняя крышка зубчатого ремня. Регулируется привод воздушной и дроссельной заслонок карбюратора. Устанавливается воздушный фильтр. Экономичная работа автомобиля и мощность двигателя в первую очередь зависит от технического состояния системы питания. Одним из основных узлов системы питания является карбюратор. При разборке сначала надо осторожно снять крышку, чтобы не повредить прокладку, поплавок, трубки эконостата. Поворачивается топливный фильтр. Игольчатый клапан. При этом важно не повредить язычков поплавка. Распылители ускорительного насоса вынимаются только за корпус распылителя. Промыш детали карбюратора, их затем продувают сжатым воздухом. Своевременное проведение всех операций технического обслуживания автомобиля гарантирует длительную безаварийную эксплуатацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...